Всем привет! Студия Алексей Мартынов и это передача Ставропольского государственного аграрного университета «Студент АУ». Череда юбилейных мероприятий прошла в нашем ВУЗе. Круглые даты отметили сразу на нескольких факультетах, и это только предвестники больших торжеств, которые ждут Ставропольский государственный аграрный университет в сентябре. Осенью наш ВУЗ правит 85-летие. Ну а пока смотрим, как свой день рождения встретили факультеты аграрного университета. Красиво украшены залы, торжественная музыка, а на местах зрителей сплошь дорогие гости. На юбилейные торжества факультета экологии и ландшафтной архитектуры и факультета агробиологии и земельных ресурсов приехали выпускники университета со всего края. Профессора с гордостью смотрят на своих учеников. Еще бы, ведь те, кого они помнят мальчишками и девчонками, теперь руководят крупными хозяйствами, районами края, ведомствами и отраслями. Среди выпускников и первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань. 50% всего руководства Ставропольского края, дубы, федеральных структур, краевых, нашего аграрного ведомства, это выпускники нашего аграрного пуза, ну и большое количество, мы не только для Ставрополя, наши выпускники были и направлены в другие регионы нашей Российской Федерации. С не меньшим размахом отметил 75 лет и факультет ветеринарной медицины. Еще одну круглую дату в этот день праздновала и ветеринарная служба Ставропольского края. И вот в большом зале факультета и собрались работники отрасли. Кстати, практически все из них диплом о высшем образовании получили именно в Ставропольском аграрном университете. В честь двух больших юбилеев прошло награждение лучших ветеринаров края. День рождения справил и экономический факультет. Здесь преподаватели вместе с выпускниками вспоминали историю факультета, говорили об ученых-экономистах, создавших славу Альма-Матер, а студенты факультета подарили гостям яркий концерт. А следующий на очереди именинник – факультет механизации сельского хозяйства. Торжества к его 65-летию пройдут уже в эту пятницу. Кстати, первые подарки факультет уже начал получать. И подарили их молодые ученые факультета, участвовавшие во всероссийском конкурсе на лучшую научную работу. В Ставропольском государственном аграрном университете прошел финал всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России. 36 участников конкурса приехали в Ставрополь из 26 вузов. Боролись за победу по двум направлениям. В номинации «Агроинженерия» свои разработки представили студенты, а в номинации «Технические науки» – аспиранты. По итогам конкурса аспирант факультета механизации сельского хозяйства Рамиль Искендеров признан победителем в номинации «Технические науки». На суд жюри аспирант представил собственную разработку по повышению эффективности измельчения зерновых материалов. Животным необходим корм, мы измельчаем зерно, то есть пшеница, кукуруза, ячмень и другие зерновые культуры, достигая наилучшего качества. То есть сейчас, которые есть, измельчители, дробилки не позволяют именно получить качественный корм. Эту разработку Рамиль планирует положить в основу своей кандидатской диссертации. Пришел, продемонстрировал результаты своей работы и победил. Так для студентов аграрного можно изменить известную формулу успеха. Кто победил и в каком сражении, расскажем далее. В Ставропольском аграрном университете прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция студентов. 252 делегата со всех факультетов вуза собрались в актовом зале, где узнали об итогах работы студенческого профсоюза за пять лет. Студенческое самоуправление в университете затрагивает каждую отрасль жизни студента. Так что участники конференции с интересом прослушали отчеты о работе контрольно-ревизионной, организационной, гражданско-патриотической, социально-правовой и редакционной комиссии профсоюзного комитета. Затем в открытой форме прошли выборы председателя Студправкома. Им абсолютным большинством избран Николай Головин, с 2012 года возглавляющий студенческий профсоюзный комитет. Главным своим достижением за это время Николай считает выстраивание системы открытого диалога между студентами и руководством вуза. На еженедельных собраниях студенческого актива мы собираем предложения, инициативы наших ребят, и потом их все выдвигаем к нашему руководству, где, естественно, они находят поддержку и реализацию. За три года это огромное количество, таких как буфет на агрономическом факультете, как велопарковка, как открытие нового танцевального класса, как расширение буфета на экономическом факультете, как снижение цен и стоимости проживания в общежитии. На самом деле огромный пласт социальной работы проведен, и мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну а главная площадка студенческого самоуправления в этом году поменяла формат. Весенняя школа актива в этом году стала настоящим образовательным форумом. Какие еще изменения ждали участников, узнаем из следующего сюжета. Если посмотреть со стороны, то кажется, что традиционная школа актива аграрного университета работает, как обычно. С утра массовая зарядка, потом разбивка на отряды, веревочный курс, визитки. На первый взгляд все неизменно. Нововведения коснулись главного – образовательной наполненности форума. На этот раз все мастер-классы направлены на главную цель – развитие социальной активности и лидерских качеств среди студентов. Для этого было проведено два виплектория. На первом со студентами аграрного встретилась Любовь Крысина, рассказавшая о планировании будущего и управления временем. Цените каждое мгновение своего студенчества и своей жизни и знайте, что вы можете достигнуть всего. Вот главный посыл лекции. Я пожелаю, наверное, не бояться ошибаться, потому что студенческие годы – это как раз то время, когда мы можем делать ошибки и не бояться этого, а идти дальше, вперед, вперед и вперед. Ну и, конечно же, это получается колоссальные эмоции, потому что молодость – это такое богатство, которое быстро уходит, поэтому его нужно беречь и наслаждаться этим. Второй виплекторий провел начальник отдела молодежной политики Минобра Края Иван Скиперский. Он рассказал молодежи об основах социального проектирования. Еще одно изменение. Каждый отряд к концу форума должен разработать и защитить перед аудиторией свой социальный проект. Для этого ребята встретились с настоящими профессионалами, которые готовы были совместно проработать каждый аспект реализации будущих проектов. От науки работы в команде, стилеуправления и тайм-менеджмента до создания собственного бизнеса мечты. И тут фантазия участников развернулась по полной. От волонтерства в приюте для бездомных животных до создания во дворе университета памятника лучшим студентам. Такой своеобразной доски почета. Ребята говорят, что фотографии такого памятника с легкостью разлетятся по всему свету. Чтобы, может быть, показать жителям города, школьникам, что есть вот такой университет, студенты которого настоящие патриоты. Участники форума признаются, что получили гораздо больше опыта и эмоций, чем рассчитывали. Эмоции от форума замечательные, во-первых, потому что это образовательный форум и дается больше полезной информации, меньше игр. Видно, что мы взрослеем и все становится намного круче, намного полезнее, намного интереснее. Я не знаю, у меня много эмоций за эти уже почти прошедших три дня. От традиционных вечерних познавательных игр организаторы форума решили не отказываться и предложили участникам пройти квест «Назад в прошлое». За несколько часов ребята побывали на главных местах сражения Великой Отечественной войны, познакомились с героями тех лет и еще больше узнали о большом народном подвиге. В ближайшее время пройдет официальное закрытие форума и презентация лучших проектов. А мы решили провести конкурс. Для участия в нем необходимо состоять в группе Аграрного ВКонтакте и сделать репост этого выпуска передачи «Студент.АУ». Призом будет толстовка с символикой ВУЗа, а имя счастливчика будет объявлено в следующем выпуске нашей программы. Это все на сегодня, дорогие друзья. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Аграрный университет.